здравствуйте друзья заканчивается очередная неделя сегодня пятница утро еду на работу никого не трогаю солнышко светит уже не так жарко как было хотя говорят что на выходных снова будет жарко вообще интересно дальше что у нас дальше могу сказать что мы теперь играемся всем офисом в интерпретацию тестов которые нам дали и нас специально будут обучать как тесты интерпретировать вот мы уже одно занятие прошли в skype а вообще к нам должен приехать автор тестов он должен приехать из питера и будет нас тут обучать на месте это в ноябре произойдет ну а пока что мы сотрудников попросили протестироваться потом некоторые там бывают люди вопросы задают я говорю отчетом давай-ка вот мы тест пройдем на сказать что один человек у нас тестом напугался так получилось что он может быть не очень понимал вообще зачем ему это все надо или так ему кто-то сказал а он с чужих слов в общем он знал какую-то девушку которая нас училась мало того девушка совершила некоторое такое действие неправильное она ему дала ссылку на страничку где можно оплатить за учебу мы ее не даем никогда вот так вот просто чтобы она висела и чтобы каждый кто хотел мог пойти там и деньги заплатить мы ее даем человеку когда он либо пришел в офис и там дошло до оплаты либо когда он в онлайном классе и он говорит я хочу вот ну либо там прошел интервью я могу вот можешь туда пойти там произвести оплату вот а тут ему девушка дала а он уже значит так решил своим ходом внес там какой-то платеж уже собрался приезжать и уж не знаю там и чего он вдруг позвонил но во всяком случае вопрос был такой вот насколько он может быть успешным а ему 53 года и он в общем-то далек от этого дела хотя уже 22 года живет в сша то есть вроде бы с английским проблем нет в общем такой сомневающийся был человек и я могу и ты знаешь что вот тебе тест вот пройди тест так он позвонил в офис и значит там попросил чтобы ему вернули его деньги вот без того чтобы брать тест вот так друзья происходит тестирование без того чтобы тест даже брать вот я о пользе тестирования входного таком вот значит мы запомнили все делаем эти тесты там там их два я рассказывать не буду они они не такие что то можно подготовиться или там как-то они чисто такие психологически там дается пару задачек и нужно как бы их решать а дальше вот потому как они решались понятно там какие есть особенности индивидуальные но опять кому специалисты можете понятно а мы пока так достаточно поверхностно в это все вникаем но там есть какие-то инструкции есть есть какой-то материал который можно изучать ну и когда люди знакомы это вот и знаешь и как бы видишь там какие-то вещи на тесте то легче как бы так соображать что к чему в общем неожиданная для нас такая область по интерпретации тестов я правда проходил тренинг несколько лет назад на есть такой дизигнейшн сертифайт карьер канцелор такой я в итоге не получил потому что у меня не было сил делать там эту дипломную работу я просто бросил и не стал доводить до конца но это фактически такая психология вот есть на мастерской программе по психологии вот есть такие такое направление и вот люди которые этим занимаются вот они оттуда пришли вот несут это в массы и вот я как бы оказался в той массе и ну там сложные тесты то не то что вот у нас тут там такие они заковыристые вообще и там интерпретация довольно сложная такая непростая то были тесты на профориентацию такие профпригодность профориентацию наклонности всевозможные вот человеку вот с такой вот с таким то вот психологическим профилем какие профессии ему там лучше или хуже там соответствует в общем так что я как-то сталкивался однажды но мне это показалось немножко занудным тот момент а сейчас веселуха такая выходим обсуждаем значит там разные мнения выслушаем и так далее так что я надеюсь что ну в какой-то момент начиная с какого-то момента мы будем активно пользоваться и единственное что тесты только на русском языке пока переводят на английский но еще не перевели поэтому значит мы этот тест будем давать только тем кто по-русски говорит хорошо над хорошо говорить то есть так чуть-чуть не годится штамм тест в общем-то языковой в некоторой степени то есть надо надо хорошо владеть языком ну что еще сказать кроме теста чего у нас у нас вообще тихо начались две группы на той неделе и они там самом начале вот ходят люди новенькие мы к ним привыкаем потихоньку те которые уже с практики приходят ям резюме потихонечку делаю в общем такой процесс как бы сказать рутинный и не не экстремальный так тихо тихо все нормальник так проходит без экстремальных значений нагрузки так вот воздухе витает еще не то чтобы вопрос состоится ли лотерея то есть понятно что состоится все дела но вот это вот ожидание вот она как-то повисла и вот мы ее ждем и вот ну сейчас начнется и даже на самом деле вопрос будет ли это 1 октября или там второе или четвертое мы не знаем знаете вот видео где у нас объясняется как заполнять анкету вот то что мы с алексом раевским когда-то писали два года назад у него сейчас все больше и больше просмотров там где-то на сегодняшний день там где-то 500 просмотров в день хотя обычно там ну сколько то может быть вот поскольку лотерея приближается больше народа читает смотрит видео изучает вопрос хотя надо сказать что по продолжительности просмотра я бы сказал что там продолжительность не незначительная это в среднем минута на на один просмотр это ничто потому что там видео достаточно продолжительное по времени но просто люди смотрят что это а это инструкция по заполнению идут дальше но некоторые смотрят достаточно долго и у них масса вопросов возникает вот а что если там муж от первого брака но его там может быть его уже нету в живых а вот как быть что здесь написать а вот я родился в деревне такой-то ночи для как написать в общем какие-то вопросы обычные рутинные я бы сказал форумные скорее вопросы чем вот для ютюба но тем не менее в общем когда начинается вся эта беготня я посмотрел на прошлые сезоны то есть это видео уже два раза отработала в тринадцатом году когда мы его написали мы его повесили по моему 1 октября так вот значит в тринадцатом году и в четырнадцатом году это видео отработала примерно по тысячи просмотров в день тысяча просмотров в день вот а тут уже за неделю до значит начала уже смотришь там по 500 такое ощущение что больше народу уже знают о том что есть лотерея и наверное среди тех кто и раньше знал может быть стало больше интереса к этому делу то есть в силу разных обстоятельств экономического там политического характера я не знаю но вот явно какое-то какое-то оживление наблюдаю раньше такого не было раньше за неделю до там первого числа ничего такого не происходило может быть чуть 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 было такое повышенное внимание но чуть-чуть а начиналось все вот как раз когда уже люди реально заполняли там всякие аппликинши вот и им тоже вопросы задают и есть вопрос который меня ставит в тупик говорят а когда когда начнут принимать эти заявления я не знаю вот я боюсь собрать но по моему в прошлом году это было даже не 1 октября там может быть 3 4 не помню ну то есть как бы мы ожидаем что 1 но 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 не всегда было 1 если я не ошибаюсь так что ждем ждем первого посмотрим но во всяком случае хорошая новость как бы состоит в том что когда начнется да не узнать об этом будет невозможно во первых у нас на канале будет видео мы обязательно сделаем там что-то такое призывная типа заполняй и на форуме там говорим про вес вообще те люди которые не интересуются и на форумы не ходят и видео не смотрят блогеров не смотрят но они они могут и не узнать но может быть им там где-то сообщат по первому каналу что нет смысла например даже как бы сказать связываться вот то они тогда могут узнать что что-то такое произошло я помню знаете такой был эпизод это было по-моему еще даже до горбачева какие-то такие времена были бы в общем вдруг вдруг по телевизору в какой-то человек выступает а в то время это все было очень официально человек не мог так по телевизору просто так выступить это это было как бы указание выступает человек и говорит что уважаемые москвичи говорит он вы не беспокойтесь никаких проблем с солью в городе нет понимаете как мы со светой сидим смотрим молодые еще были света говорит надо пойти в соленон прикупить ну если такое говорят значит проблемы явно есть тут же мы побежали в магазин приходим а там соли нет вообще никакой но все тут же все и раскупили пока мы дошли уже кончилась соль и соль вас ты была такая за 10 копеек пачка такая знаете мелкого такого помола хорошая такая качественная там экстра туда-сюда нету соли ну вообще все пропало потом прошло несколько дней завезли какую-то странную соль она была желтого цвета как йод крупными такими кристаллами и с водой то есть она была мокрая какая-то вот с нее подтекала вот такую завезли я почему рассказываю что если ты услышишь там по первому каналу или по второму или там какие они есть вы там люди на месте знают свои каналы вот и там скажут абсолютный провал значит гринкарт лотереи и там никому не нужно никто не хочет оказаться человеком без родины на чужбине в мире капитала где пальцы не сжимают а разжимают когда что-то перечисляют в общем вот если что-то такое произойдет то это значит началась лотерея вот но многие могут узнать об этом вот таким образом а мы с вами естественно смотрим канал голос силиконовой долины наверное другие блогеров тоже сейчас много стало изумительных совершенно ребят просто как бы сказать на душе хорошо выпускать радуется организм так так много стало симпатичных интересных умных порядочных как бы сказать на на общее благо тратящих свое время там силы здоровья и так далее поэтому трудно трудно пройти мимо такого радостного события вот наступает такая пора когда заполняется аппликейшн и мы еще не знаем будет новая форма или старая и потом уже начнется следующий этап когда уже все все отбомбятся со своим заполнением тогда уже мы блогеры вступаем в новую фазу люди начинают уже чувствовать что они сейчас выиграют и начинают задавать вопросы более такие практические там про цену на жилье на товары народного употребления вот тут гугловская какая-то штучка стоит давать мою пропустим чё она так будет стоять это тоже вот работает на общее благо можно сказать чё ж мы да явно там человек сидит друзья то есть во первых мы его видим во вторых так я не думаю что так и интеллигентно и разумно может себя вести какой-нибудь робот мигает направо хочет направо а нету нету стройка идет стройка значит я от вашего имени друзья через этот вот автомобиль передаю привет компании google людям которые там работают нашему соотечественнику сергею брину и его родителям но они направо а мы прямо портнов компьютерскую так что да в общем все хорошо я на этом месте на с вами прощаюсь желаю вам тоже успехов не только google сергею брину его родителям но и вам всем и нам всем нам всем очень нужно и настроение хорошее и успехи в труде и в личной жизни нам тоже не помешают так что счастливо